Друзья, день добрый. Сейчас время 13.55 по моим. Поговорим немножечко о рынке. Сразу извиняюсь, потому что помещение не акустически обработано, поэтому могут быть какие-то помехи. А через две недельки аккуратно будет готово помещение хорошее, где даже как мух летит, вы ничего не услышите. Тогда мы поставим на поток запись видео с хорошим звуком. На рынок посмотрим с точки зрения технического анализа. Я знаю, что многие ругают теханализ, говорят, что это лажа, но вместе с тем, что теханализ это такая штука, которая имеет слабые функции предсказательные, это как бы следящие функции больше, как бы так вот некая хворостина, которые бьют там не стоя против тренда, Андрей. Вот и все. Я знаю людей, которые вообще не заморачиваются на чтении новостей, играют, работают с помощью технического анализа и успешно работают, надо сказать. Ну, сейчас с чего начнем? Наверное, начнем с нефти. Я, конечно, не знаю, где будет нефть. У меня только чуйка работает, что будет провал по нефти. По чуйку у меня лимитов нет. И вот мы смотрим на нефть и на графике видим сужение волатильности. Только некий торговый момент, который можно... Кривой торговый момент, не кривой. Ну, грубо говоря, по линдерашке можно будет открывать лонг при пробитии 46.33 или продавать фьючерсы при пробитии вниз 41.77. Какая цель? Цель роста 55, цель снижения 36. Где же ставить стоп-лосс? Понятно где. Если вы открываетесь наверх при пробитии 46.33, далее нефть внезапно снижается, вы понимаете, что попали в ловушку. И если будет 41.77 ниже, то надо закрываться просто вы попали в ловушку. Какие-то вопросы, если у вас есть, ну, цель 55 роста и снижение цель 36. Вот. Какие-то вопросы наверняка у вас есть по стратегиям, но я хочу сказать, что мы скоро запишем много видео и расскажем о стратегиях различных. Как-то вчера индекс нефтянки американской от Nice Acro закрылся с понижением 2%. Что касается американских рынков, это около исторических максимумов пребывает. Как всегда, когда идут исторические максимумы, масса оптимистов, которые говорят, что надо покупать, покупать, покупать. А когда находится какой-то провал, то так не говорят. И поднимают оценки. Тем не менее, пока рынок настроен оптимистично. И это при том, что с марта индекс стандарт поднялся уже на 51%. Почему? Ну, потому что, вы знаете, правительство закачали огромные деньги из-за пандемии, чтобы смягчить воздействие пандемии коронавирусом. И вот уже аналитики говорят, что может быть 3 600. 3 600. В общем, стратег заявил Доминик Уилсон, одного из известных инвестбанков. Но надо тут учитывать, что по статистике последние полтора месяца перед выборами, последний полточни тут сказал, за полтора месяца перед выборами начинается высокая волатильность, либо рынки начинают падать. Поэтому времени не так уж много на рост. Что касается акций Аэрофлота. Они выросли за неделю на 5%, а до справочки акции Сбербанка выросли аж на 7%. И мне тут пишут, хватит писать про Аэрофлот. Это никому не интересно. А почему хватит? Если вы как бы не работаете на рынке, вы теоретики, скажите, я теоретик. Я так говорил, что ниже 80 зона покупки. И поэтому, по-моему, не хватит. И говорил, что выше 90 продажи. Кстати, я продал, когда так получилось, что хорошо продал на этой неделе. У меня, правда, было не очень много, но все-таки продал. Ниже в 80 пока не идет, поэтому ничего не делаю. Я думаю, что те, кто купил по 78-22, где это было 8 дней назад, должен сказать Андрею Верникову спасибо. Ну, хотя бы по 79 можно было купить половины. Так что я не против этой спекулятивной фишки. Если есть какие-то другие спекулятивные фишки, я тоже против них не против. По поводу Росгидро. Отыгрывается торговый момент, о котором я говорил полтора месяца назад. Игры на понижение. Сейчас надо просто удерживать короткие позиции. К сожалению, у меня нет позиции по Росгидро. Но, в принципе, был такой торговый момент, о чем мы с вами говорили. Что касается Сбербанка. Сбербанка обычки. Рост идет 4 недели назад. Подряд. Кстати, помните, что… Кто у нас? А, Баулин. Баулин говорит, что 240 – это примерная цель роста. Помните, да? Его достигли 240. Даже было 244 в моменте. Надо понимать, что Сбербанк не золотом намазан. И здесь тоже есть определенный торговый момент. Скажем, назовем его кривая дивергенция по Элдору. Не очень он качественный торговый момент. Но, тем не менее, я вчера рискнул. Открыл шорт. Не очень удачно. Где-то по 239,4 примерно. Вот. И меня понесло, понесло. А, в принципе, те, у кого нервы покрепче, то идея 240 продать и откупить по 210. Надо сказать, что я бы откупил по 236, если была такая возможность. Потому что я такие позиции долго не могу удерживать. Вот. Но потом я позвонил Сергею Дроздову. Дроздов сказал, ты что, идиот, что ли, по Сбербанк открывать короткие позиции. И как раз и сегодня закрыл с минимальным плюсом эту позицию по Сбербанку. Потому что реально открывал-то я не по 243,244, а по 239,244. Неудачно открыл. Поэтому подумал, может, переоткроюсь, когда пойдет повыше. Вот. А где ставить стопы? Ориентировочный стоп. Давайте с вами посчитаем. Примерный АТР колебаний дневных Сбербанка 4 рубля. Ну, по методу Александра Мишина 1,6 АТР. Значит, стоп 246,4. Если вы по 240 открываете короткую позицию. Не дай бог это сказать. Вы сами решайте. Просто мы рассказываем про ситуацию на нашем фондовом рынке. Теперь такая акция, в которую все верят. Это Сургут привилегированный. Опять-таки неказистая дивергенция на неных графиках. То есть можно шортить. Но я, честно говоря, шортить эту акцию не буду. Не хочу. Теперь, по крайней мере, я не сильно верю в укрепление рубля. Пару слов о золоте. Президент Владимир Путин сделал заявление во вторник о том, что создали вакцину. Вы помните, что было где-то 27 вакцин в России на испытаниях или 23 вакцины. Что-то очень много. Вот. Ну, первая вакцина уже прошла испытание. Есть разрешение регулирующих органов. И хотя многие удивляются, и половина врачей не доверяют этой вакцине, тем не менее золото не пляшет. Об этом, кстати, мы говорили. Как только пойдут новости про вакцину, золото не будет плясать. Что делать? Ну, я не знаю, что вы будете делать. Но то, что золото не достигло уровня 1840 поддержки, уже показывает, что, в принципе, тут медведи-то не пляшут. Так что, по возможности, на откатах лучше золото покупать. Так, что мы сейчас имеем? Никаких акций у меня сейчас нет. Если честно, есть уже целиком в верхом пакете. Ну, так глобально акций у меня нет. Есть немножечко Сбербанка и немножко Аэрофлота. Чтобы смотреть, что там происходит, это очень важно. Во втором полугодии, в котором мы сейчас находимся, жду пролива. Поэтому не хочу сидеть в акциях. Зато есть достаточно много долларов. И есть евро немножко и немножко криптовалют. Это у меня. У Елены прекрасный аналитик. Загадайтесь, как ее фамилия. Засекречен аналитик Елена. У нее в портфеле Сбербанк обычка. И также она хочет на провале купить МТС и НЛМК. Кстати, Елена начнет выступать и на моем канале, и на канале Универ через две недели. И будет рассказывать о ситуации на американском рынке, потому что тема будет ход. Как запустят торги на московской бирже, сразу станет всем американский рынок очень интересен. Так вот, засекреченный аналитик Елена посоветовала шортить на этой неделе акции Netflix. Кстати, Елена не имеет никакого отношения к Сергею Шишкину. Сергей Шишкин, он ей не брат, не сват, не муж. Она даже не знает, кто такой Сергей Шишкин. Она даже не знает, что Сергея Шишкина я в понедельник запишу. Так вот, я не об этом. Она посоветовала шортить Netflix. Ценовой ориентир 432 доллара. С момента рекомендации несколько акций выросли, но часто бывает. То есть, там такой момент технический. Там пробили определенный тренд повышательный. И после этого пошли вниз. Правило очень часто бывает откат назад к этому тренду повышательным. И там пойдет по голове молоточками серебряными. Ну, наверное, это все. Такой небольшой технический взгляд на фондовый рынок в пятницу. Ждите Сергея Дроздова. Он будет сегодня обязательно.